Проект трехуровневой развязки стоимостью почти 3 миллиарда рублей журналистам представили еще год назад. Транспортное кольцо, металлический путепровод и подземный полутоннель должны развести поток машин на этом дорожном участке и увеличить интенсивность движения автомобилей в сутки с 20 до 60 тысяч. Правда, график строительства пришлось немного сдвинуть, но сейчас подрядчик уже готов к работам. Для нас это несложный проект. Мы таких объектов по всем регионам России построили очень много. Здесь единственное, что как и везде сложное в чем? Это работа в городе. Это коммуникации, это жители, это не просто пустое место, где никто ничего не мешает. На первом этапе строительных работ в начале мая предстоит перенести коммуникации, газопровод, линии электропередач, канализационные коллекторы. Это будут делать параллельно с устройством опор для путепровода. Кстати, строительную площадку уже в ближайшее время огородят. Здесь появятся бетонные блоки и новые дорожные знаки. Пешеходам придется участок за забором обходить, а вот схема движения транспорта до следующего года не поменяется, заверил сегодня представитель управления автодорог. Те волнения о транспортном коллапсе, который, возможно, здесь наступит, они не подтверждаются. Мы сейчас эти транспортные схемы моделируем совместно с Политехническим университетом. Если где-то мы увидим, что будут заторовые ситуации, скоординируем работу светофора, который вот сейчас работает. Чтобы избежать транспортных заторов, планируют также расширить шоссе Ленточный Бор на перекрестке с Южным трактом и часть автодороги на стыке с федеральной трассой. Хвойные деревья, которые предстоит вырубить, впоследствии планируют восстановить. Но расширение дороги оставят, ведь оно необходимо для строительства путепровода. Кстати, чтобы начать строительство развязки, пришлось нести несколько помещений, правда, нежилых. До кафе, который сейчас функционирует, собственникам до конца апреля, с учетом синхронизации с работами по строительно-монтажным работам, за собственные средства будет демонтировано. И собственник планирует переехать в новое здание. После перекладки инженерных коммуникаций подрядчик приступит к возведению первых опор для металлического путепровода. А в целом строительство многоуровневой развязки должны завершить до конца 2024 года. График планирует контролировать губернатор края. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова